Всем привет! Как я обещала, у нас сегодня рассказ пойдет о новом беспроводном пылесосе с двумя турбощетками. Вы все знаете, что у нас есть пылесос, но он маленький, не очень мощный. Все сразу писали, что батарейка у него очень слабая, но я все равно была очень-очень рада, что он у меня есть. А сейчас с этим новым пылесосом я буду еще в два раза счастливее. И сейчас мы о нем расскажем и покажем. Так, в комплект у этого пылесоса входит самая основная его часть. Здесь у него пятиступенчатый фильтр, который, конечно, со временем нужно будет менять, но пылесос настолько умный, что на вот этом дисплее он вам покажет и скажет, когда нужно заменить расходные материалы. Вот это все снимается, откручивается. За счет того, что у него стоит угольный фильтр, никаких запахов не будет в доме после того, как вы попылесосите, как от обычного пылесоса. Вот сам аккумулятор на 2,5 мАч. Этого достаточно примерно на турбо-режиме, чтобы попользоваться минут 30-40. Это турбо-режим. На эко-режиме можно, конечно, пользоваться намного дольше. Это, наверное, так скажем, станция, которая позволит вам удобно хранить его. Можно ее прикрутить вот так к стене и закрепить на нем все детали и сам пылесос. Также в комплекте идет вот такая вот щетка. Все очень удобно скрепляется между собой. Все на кнопочках не доставит вам никаких неудобств. Сама труба основная, она из хорошего металла. 450 Ватт это его мощность. Но это достаточно очень мощный пылесос. Также есть вот такая еще насадка. Она, кстати, светится так красиво. Сейчас покажем. Залезет, мне кажется, во все труднодоступные места. Можно в машине пылесосить, можно, я не знаю, под диваном куда-нибудь. Основная насадка это вот эта. У нее две стоят щетки. Видите, какие они. Их можно поменять местами. Я сейчас покажу тоже, как их вытаскивать. Все очень легко и просто. И в комплекте еще идут две сменные. То есть их можно вытащить, постирать, почистить, просушить и поставить обратно. Вот такая еще щетка есть, которая раздвигается. Тоже можно чистить и диваны, и коляски детские. Вот такая вот гофра, которая растягивается и позволяет... Я думаю, что для машины это будет очень удобно, эта гофра. Прицепил и можно в машине пылесосить. Очень удобно. Вот эта насадка предназначена для... В основном для диванов, для штор, для подушек. Никакую химчистку вам сдавать ничего не нужно будет. У вас будет у нас, собственно, дома. И вот такая еще насадка, которая позволяет... Согниваем? Которая позволяет сгибаться и также залазить во все труднодоступные места. Также вот я говорила, что здесь все очень легко чистится. Нажимаете кнопочку, вытрясли мусор, который у вас скопился, да? И еще вот такой вот есть. Такая щеточка есть, чтобы не можно было все почистить. Все эти фильтры снимаются. Я уже говорила, все моется и спокойно вставляется обратно. Также они продаются отдельным аксессуаром с разноцветными крышечками. Можно выбрать, какую захотите. Это тоже очень важно. Так, ну, соберем стандартную, да? Да. Все, я сейчас покажу, все очень легко здесь. И поставим вот эту, например. Все. Здесь можно на дисплее. Ставим аккумулятор. Заставили. И теперь можем его включать. Вот, поставим на эко режим. У нас заряда мало, мы еще его не заряжали. Что еще очень удобно, то, что пылесос довольно-таки работает бесшумно. Хотя мощность и режим включен, например, дурбо, да, он не будет очень громко работать. Ну, сейчас мы посмотрим. Да, он работает очень тихо. Он поворачивается на 360 градусов, видите? Вот так вот, во все стороны. Еще хочу сказать, что пришел он в двойной упаковке. Эта упаковка была защищена еще одной коробочкой, что вообще немаловажно. Чтобы, например, поставили не держать эту кнопку, можно зажать вот здесь вот одно. Все, он поставил на замочек. Один раз нажали, и все, и не выдержит. Он даже сам едет. Все. Сейчас я поставлю еще другую насадку для дивана. Я сейчас покажу, как он красивый так светится. Очень удобно этим пылесосом убирать после котов, после животных. Да, например, если у вас есть дети, животные, очень удобно, что не будет. Я же говорю вот про этот фильтр угольный. Например, когда пылесосишь обычным проводным пылесосом, все равно сзади вот этот вылетает запах вот этот. Здесь такого не будет, если есть аллергики в доме. Это очень удобно, потому что, ну, вот этот угольный фильтр не дает никаким запахам распространяться в окружающей вашей крови. Это не надевает. О, а я тряпочкой все время чищу. Очень-очень хорошо. Саша, если он еще режим, пырба, да. Это вот пырба. Тракота. Мне не придется теперь валиком чистить. А я постоянно чищу валиком. От кота шерсть кругом. Например, чищу твои те же самые, да? Ну, плотные какие-нибудь. Угу. Все, пыль отчищу, все. Конечно, также в комплекте идет полная инструкция по эксплуатации. Здесь все расписано, на картинках показано, что она зарядка для аккумулятора. Все очень легко, я говорю. Подключается. Заряжается, кстати, он очень быстро. Буквально ему хватает 2 часа, и он полностью заряжен. А использовать сколько можно? Смотря на каком режиме. Если на режиме эко, это самый слабый режим, то можно использовать час, наверное, не бесперерывно. Если, конечно, режим турбо включить, то примерно минут 30. Ну, за 30 минут можно огромное помещение почистить. Тем более всасывание мощное очень у него. Вот все, что мы тут на... Вот тут не только даже крупа, а видно, что и пыль. Вот она вся осталась с дивана, и все. Спокойно открываете, высыпаете, и все чистенько и красивенько. Ссылку для заказа пылесоса Red Broad 18 мы оставим вам в описании. Для своей цены... Для своей цены. Если посмотреть другие пылесосы, вот знаменитые фирмы, то он очень хороший. Наполнение большое, и он реально мощный. Ну, в Геркулесском тексте нет. Ссылочку, где заказать, мы вам оставим. Потому что очень часто зрители спрашивают, и хотят иметь именно вот такой беспроводной, чтобы не таскать эти провода, чтобы он был мощный, и чтобы он был для тех, у кого аллергия, у кого много животных. Это незаменимый помощник. Поэтому, еще раз повторю, ссылку мы оставим внизу в описании. Доброе утро. Все, привет. Тома, музыкалку. А мы в Сбербанк. Сейчас Вася меня увезет. Я в Сбербанке. И я сегодня. Да. Вася, меня увезет в Сбербанк. А сам к Томе пойдет. А у него сначала... Я забыла, какой предмет. А потом еще два. Знаете, я так жалею, что отказалась я от этой кредитной карты. Сейчас бы просто сняли, и все. Вечно, блин, не подумаю о последствиях. Сейчас вот придется суд убрать. Потому что если заказывать кредитную карту, это тоже дней 5-10 ждать. А там опять пеняно бежит. Блин. Да, все, мы поехали. Пока Томочка занималась, я успела все оплатить. Знаете, я-то думала, сейчас приду, и эту кредитную карту придется 10 дней ждать. А они мне ее тут же выдали. Прям тут же. И, в общем, все я заплатила. Еще что хорошо, там льготный период в Сбербанке 120 дней. Поэтому у нас 4 месяца на то, чтобы платить без кредитов. Еще, знаете, мне бухгалтер-то квитанция прислала, а Вася их не напечатал. Ну, я думаю, пока придет эта карта, пока мы там пойдем оплачивать. Нет, здесь в Ладожской такие, как они, операторы, наверное, что ли, в Сбербанке работают. Она мне все напечатала. Да не беспокойтесь, я вам сейчас все напечатаю. Взяла мой телефон, там все себе скинула, пошла напечатала, все принесла. Короче, даже пришлось мне немножко ждать Васю, Тома полчаса занимается. А я буквально за 15 минут и сделала. И кредитную карту получила, и налоги заплатила. Ну, все, поедем мы в магазин съездим, хлеба купим и капусту. Борщ буду варить, борщ. Санечка, градус не держишь еще? Иди, милая. Олексу смотрите? Да, ее с днём рождения. Да. Подружки там нет. Санечка, пойдем, милая. Пойдем, поскорее, все-таки смотри. Санечка, что-то голова заболела. У них в классе, говорит, половина детей нету. Еще 10, наверное, нету. Саша, ты еще ходишь, так холодно. Иди сюда, иди. Еще без носков. Тому сегодня так ругала, ругала. 11 человек нет. Вот, 11 человек нет. Ну, почти 37. Почти. Ну, к вечеру 100% совсем разболеется. Голова болит, да, пока только? Ну, так не горячая, ничего. Ну, ровно 37. Такая температура плохая. Я напишу тогда учителю, что ты завтра в школу не пойдешь. Что теперь делать? Соревнования еще в субботу. А если ты разболеешься, все, какие соревнования? Ну, там не соревнования, а там, типа, квеста что-то будет, да? Да, бег. Ага. Ну, там много родителей придут. Там по баллам дают. 5 баллов за одного человека. В смысле, если родители придут? Да. Будут бегать. Если побегать. Ничего себе. Как мы побежим с папкой? Там все родители молодые, и мы такие придем. Две клячи. Нет, не все. Не все? У некоторых есть бабушки. А, ну бабушки. А вы родители такие. Санечка, пожалуйста, одень носки. Надень. Одень, надень, так я и не выучу, наверное, никогда. Санечка тут лежала немножко. Все, сейчас носки наденет. Крадусник пока сюда положу, доча. Пусть тут лежит. Тут осторожнее. Пусть тут лежит. Вечером будем мерить опять температуру. Ой, доча, доча. Ну, болеют много. Прям много болеют у нас станицы. Видите, как там читает на коленках. Мне просто неудобно из миска. Мне не видно ничего. Птичка. Птичка не видно? Нет, он что там лежит? Да. Ну, давай, будем читать. Если он там уснет. Ну, пускай спит. Да. Просто я иногда не знаю чего. Мы букву «З» только начали читать. Только-только. Да, потому что это много. Угу. Мы просто раз букву вот эту читали и забыли. Угу. Начали ее читать. Всю страницу прочитали? Ну, давай тогда. Вот это прочитаем. Угу. Угу. Ну, давай отсюда. Ко-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-к. Кот-пусок. Кот-пусок. У-ма-ш-ы-ть. Кот-пусок. 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 Кот-пусок вытаскивает. Кот-пусок. 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 Через час, да? Да. Всем пока.